Давайте сейчас посмотрим послание от высших сил для вас, что вам хотят сказать, передать, что вам нужно важное услышать прямо сейчас, что это могут быть за слова. Давайте коротко, кто меня смотрит, что о вас расскажут. Вот. Это по событиям прошлого, я так понимаю. Пострадали вы из-за хитрости людей. Много людей здесь было, из-за их хитрости пострадали. Были как в тумане. Не понимали, что с вами происходит. Возможно, в оморочках были психологические, да, вот эти вот манипуляции. Это у магии, это есть вот эти оморочки. То есть с вами человек что-то такое сделал, да, наговорил вам, кручу-верчу, наебать хочу. Вот это есть в магии, что называется оморочка. Когда вам навязали свое мнение, свою точку зрения, навязали, что ты никому не нужна. Навязали вам, да кому ты такая с детьми нужна будешь, да кому ты такая истеричка нужна, да кому ты вообще вот со своим характером сдалась 300 лет. Никто, кроме меня, тебя вообще не возьмет. Это вот я тебя взял, да, а так ты никому и даром не сдалась. Вот эти все слова, манипуляции, это есть в магии оморочки. Человек со временем начинает верить, да, вот как есть поговорка. Говорит человеку, что он свиня, он со временем захрюкает. Конечно, это в переносном значении имеется в виду. Если ты будешь говорить какие-то определенные слова человеку, он в это начинает со временем верить и, ну, и, соответственно, так себя и ведет, да. Вот вы были в этих оморочках, в этих манипуляциях, что-то вам такое говорили, делали что-то с вами, да, врали вам. Вот такой туман на вас наводили, туман. Вот реально кручу, верчу, наебать хочу. Такое тут что-то вот мне идет, знаете. Наваливали такое, чтобы вот вы верили, и вы верили в это. Обмана столько было. Вот и причем это делали вот так вот, вокруг пальца, да, вы это верили. Еще, может быть, пострадали от людей, что-то в ночь, ночь была, ночь, какие-то как военные действия, или что-то произошло ночью, ночью что-то произошло, вам приходилось убегать, спасаться приходилось. Это по событиям прошлого. А что еще сейчас о вас расскажут? Ну вы женщина такая, вы и по земным стихиям, по земным стихиям, и по, ну вы такая земная, у вас тут две стихии, и земная, и огненная вы. То есть как бы с одной стороны вы вроде бы и такая вот истепенная, рассудительная, а с другой стороны почему-то вы можете вот вспыхивать быстро, как спичка, да. Страстная вы страстная, может быть, вы не вспыхиваете, как спичка, но страстная тут однозначно есть. Какой-то у вас есть в душе огонь. Или вы влюбчивая. Что-то у вас есть такое импульсивное, несмотря на то, что вы из земной стихии. Может быть, у вас знак зодиака с земной стихией. Или знак асцендента. Вообще тут не имеет значения знак зодиака, асцендент. В принципе, вы. У вас вот есть качества такие от земной стихии. Спокойная вы вроде бы, рассудительная, но и вместе с этим страстная, да. Легко воспламеняетесь. Такая вот зажигалка. Личность такая, вы неоднозначная, вы не скучная, это точно. И вас невозможно предугадать, вас невозможно просчитать наперёд. То есть, с одной стороны, вы можете быть спокойная. Я не знаю, какие-то такие вещи вроде бы несовместимые. Не знаю, у кого это откликнется. Вещи такие несовместимые. Ну, вы точно тут непредсказуемая женщина. Вас невозможно просчитать наперёд. Вроде бы вы такая спокойная, уравновешенная. Тут вдруг можете что-то такое выдать. Выдать можете, да. Легко зажигаетесь какой-то идеей. Лёгкая на подъём. Такая вы, страстная. Вместе с этими спокойная. Ну, я не знаю, ну, вот такое вот пошло. И страстная, и спокойная, неоднозначная личность. Ну, это ведьма однозначно. Сто процентов ведьма. Кто такие ведьмы? Да, все женщины ведьмы. Ну, как все? Ну, все, да не все. Вот такие непредсказуемые. Это ж кто придумал вот это понятие ведьма? Это ж мужчины придумали. Да, ещё когда вот было 1200-е годы, 1300-е годы, да, когда гонение на ведьм было. Это же мужчины, это всё от мужчин пошло. И под эту категорию кто попадал? Непредсказуемые женщины. Красивые, вот такие яркие, зажигающие, запоминающие, которые выделялись из толпы. Которые выделялись из рамок. Да, что женщина должна быть тихая, спокойная, кроткая. Такая вот, сиди возле своего казана, готовь там что-то, мешай. И помалкивай, главное. Помалкивай, рот не открывай. А вы же такая, что вам тут рот не закроешь. Такая, что вы своё мнение будете отстаивать. И так вот, да, вернёмся, да, что мужчины-то же придумали вот это понятие. И сюда попадали все женщины. Горели все, да, в прямом смысле, в прямом и переносном. Горели все, которые как-то выделялись. Кто-то был свободолюбивый, правду говорил. О, всё, в тебе дьявол сидит. Давай сюда, на костёр. Кто правду говорил, кто как-то инакомыслил, да, инакомыслие было. Всё, в тебе дьявол сидит. Женщина не должна говорить такие вещи. Давайте её на костёр. Например, у неё интуиция была. Она могла что-то предсказывать. Вот будет у тебя такое. Всё, давай на костёр. Это всё от дьявола. Или у женщины энергетика сильная была, да. Она могла излечивать. Она разбиралась в травах. Элементарные какие-то вещи, да. Это знание природы, чувствование природы. Могла людей излечивать, какие-то настойки делать. О, тоже. Это не вкладывается в рамки. Всё это от дьявола. Давайте её на костёр. Всех женщин, естественно, все горели покотом просто. Я понимаю, что я очень, я очень счастлива, что я живу в нашем мире. Значит, я бы уже горела бы давным-давно. Меня бы уже сожгли. Хотя бы потому, что я не хочу выходить замуж. Да, вот тоже женщины, которые были свободолюбивые и не хотели выходить замуж. Ведь таких тоже было... Раньше тоже было много таких женщин. Художницы, поэтессы. Они не выходили замуж. И они терпели гонения. Их тоже обвиняли в колдовстве, что ты ведьма. Как это ты замуж не хочешь? Это всё от дьявола. А у неё другое предназначение было. Она писала. Она картины писала. Она стихи писала. Ей не нужно было это замужество. Но людям это было не понять. Мужчинам, в частности, это было не понять. Как это? Допустим, кто-то её дамагивался. Она ему отказывала. Я знаю, вот в литературе, в истории много таких есть историй. Вот наши поэтессы, украинские художницы. Много её дамагивались парней. Она всем отказывала. И она говорила в условии, я выйду за тебя замуж, если ты мне разрешишь рисовать. Она очень любила рисовать. А все ей говорили, как это ты будешь рисовать? Это ненормально, как это? Она говорит, и она из-за этого всем отказывала. Её тоже обвиняли в ведьмовстве. И так она замуж не вышла. Но она прожила отшельницей. Её все вот это гнали. И родители её гнали. Очень много таких историй было. Как это ты не хочешь замуж? Это всё от дьявола. И это говорили мужчины, потому что она же им отказывала. Не в отместку, что? Ну, значит, ты ведьма. Пиздец. Всё, понимаете? Это всё было в отместку. За инакомыслие, за свободу, за свободомысление. Так вот, вы тут тоже показывают. Такие противоречивые у вас, противоречивый характер. Вы непонятные мужчинам. Мужчинам с вами тяжело. И, конечно, обвиняют вас в том, что вы ведьма. Какая-то вы вот с пиздецой. Да, вот такая вот. Как это, как я говорила. С ебанцой женщина. Да, ну ты какая-то пиздец странная вообще. Да, ебанутая. Ну да. Это ещё слабо сказано, насколько. Да, насколько ты даже не понимаешь. Беги, беги, Форест, беги. Ну, вместо того... Ну, не хватало у них мозгов. Вместо того, чтобы бежать, они на вас, да. Набрасывались и получали по зубам. Так, тут мужчин, когда какой-то по зубам получил. Так вот. Продолжим. Это от вас было. Давайте послание от высших сил. Что вам нужно услышать? Такое послание. Не вини себя за прошлое. Не вини себя. Отстань от себя. Ты ни в чём не виновата. Ты поступала так, как могла. Перестань себя винить. Вот я дура. Что потратила много времени, здоровья, сил. Показывают, как будто бы вы винитесь. Вы в прошлом много находитесь. Вините себя за потраченное время. За то, что много каких-то вещей неправильных делали. За то, что... Вот как время потратили, здоровье потратили, красоту потратили. Что-то вы тут для людей делали, что люди мало этого оценили. Мало этого оценили. Ну, не оценили. И Бог с ними. Ты это делала. Делала и делала. Всё. Отстань от себя. Перестань плакать, говорят. Ты уже этого не вернёшь. Прошлого не вернёшь. Просто... Что тут? Что тут? Какой для вас совет? Отчиститься от этого надо. Перестань себя гнобить. Отстань от себя. Ну, вот что было, то и было. Всё. Ну, да, вот было такое. Вас никто не научил. Вас, как говорится, Никто не показал. У вас не было примера, как это надо, как должно быть, да, отношение мужчина и женщина. Вы же не психолог. Вы к психологу не ходили, да. У вас не было возможностей. Тогда, в принципе, это было не распространено, да. Это было дико. Психолог ходить к психологу. Родители вас не научили, да. Вы хорошего ничего в своей семье не видели, в родительской семье. У вас не было примера, как себя вести с мужчинами. Там, скорее всего, у вас и семья тоже такая была. Вы хорошего ничего не видели в своей семье, да, когда вот вы маленькая были. У вас не было примера. Всё. Отстань от себя. Ты не знала, как себя вести. Ну, вот такая была, вот глупая была. И всё. Позволь себе, да, вот такая я дура. Позволь себе быть такой дурой. Всё. Отстань от себя. Живи, живи. Дальше. Просто вот очиститься вот от этого негатива. Себя винить. Вот что, вот потратила время. Вот это вот сделала. Нужно было этого не делать. Ну, всё. У тебя теперь зато есть опыт. Твоя душа за этим пришла. Твоя душа теперь знает, что этого делать не надо. В следующей жизни тебе будет проще, легче. Твоя душа за этим пришла. Поплакать, пострадать. Любить. Любить так, что вот прям аж выворачивая, да. Любить так, вот что прям уж деньги ему давать, да. Что вы так его любили беззаветно. Вот прям перепишу на него квартиру. Дом на него перепишу. И хоть трава гори, да. Вот так вы любили. Ну, тоже ж, да. Вот на это посмотрите, вот с философской точки зрения. Не каждая на это способна. Не каждый человек способен так любить. Даже не каждый мужчина на это способен. Не каждый мужчина способен вот так вот беззаветно любить. Что вот прям до конца себя отдаю, да. Вот этой страсти. Когда горели, как мотылек в этом огне полыхали. Ну, вы же зато пережили много приятных чувств. Согласитесь. Вы пережили вот эту любовь. Вы знаете, что это такое, когда горишь до конца. Когда на душе огонь, пожар, ты пылаешь, да, вот от этой страсти. Хочу, не могу. Дайте мне его. Дайте мне, а то сейчас погибну, помру. Да. Зато вы это пережили. Вы знаете, что это такое. Тоже не каждый человек пережил в своей жизни такую страсть. Много есть женщин, мужчин, которым уже по 50, по 60. Они говорят, я ни разу в своей жизни не любил. Я ни разу ни за кого не страдал. Я не знаю, что это такое. Я хотел бы вот это чувство пережить. Вот такую страсть какую-то. Много есть таких людей, которые этого не переживали. И они из-за этого сожалеют. Потому что у них жизнь была довольно размеренная, предсказуемая. Они как-то по расчету замуж вышли. Да, они прожили счастливо, спокойно. У них все хорошо было. Но вот такой вот страсти всепоглощающей, знаете, когда без ума от этого человека. Все, там вообще крыша уезжает напрочь. Ты не думаешь, да. Ты бежишь на эту встречу, летишь просто. Лячу, бегу, да, на этих крыльях любви. Ты по ночам не можешь уснуть, потому что вот ты вспоминаешь ваши встречи, да. Вот эта кровь бурлит, ты не можешь уснуть. Такая страсть, да. Ты готова ради этого человека на все. Все ему отдать, сделать. Вот все, что у тебя есть, ему отдать. Страсть вот такая любовь. Не каждый это пережил. Многие люди сожалеют, что у них этого не было в жизни. Они говорят, что вот я хотел бы испытать такое чувство, когда вот летишь к человеку, из земли под ногами и чувствуешь от счастья. Когда вот только бы обняться, вот в объятия кинуться и все, а там хоть потоп. А вы это пережили. У вас есть такой опыт, вот эта любовь, вот эта страсть, да. Ну согласитесь, у вас же было что-то приятное вспомнить. Вы же были счастливы все равно в этих отношениях. Как бы там ни было, как бы вы там не расстались тяжело, да, как бы вас там человек не предал, но были же минуты, когда вы были с ним счастливы. Это же был ваш выбор. Вы же за что-то в него влюбились. Цени это, вам говорят. Вот вам говорят высшие силы. Цени это. У вас есть теперь опыт колоссальный. Вы знаете, что такое любовь и страсть. Что вам тут еще скажут? Зато, да, у вас теперь есть опыт, и вы знаете, что брать, что брать, а что не брать. Что брать от жизни, да, уже отталкиваясь, исходя из своего опыта. Ну опять же говорят, хватит тут расстраиваться, хватит. Живи дальше. Самое главное, что ты осталась жива. Ты не пошла по наклонной. Ты осталась жива. У тебя сохранился твой здравый рассудок. Это самое главное. Мечтай, мечтай о хорошем. Будь открытой жизни. Ты сейчас мудрая, опытная.